Ирина, приветствую тебя. Большое спасибо, что согласилась и даже некоторым образом синициировала наш прекрасный диалог. Дорогие слушатели, в эфире Анна Зворыкина и Ирина Мальцева. И наш разговор про то, чем пахнет страсть, секс, желание, и имеют ли они вообще какой бы то ни было запах. И если да, можно ли его заключить во флакон и купить или продать. Я Анна Зворыкина, альфакторный художник-парфюмер и исследователь альфакторной стороны жизни. Ирина Мальцева, психолог, сексолог, женщина с богатым жизненным опытом в хорошем смысле. У Ирины за время ее работы сексологом и не только, накопилось много вопросов про запахи и секс. И это так здорово, потому что чаще всего такие вопросы сводятся к тому, что где есть духи с феромонами, сколько они стоят, как их купить, и сколько литровых надо купить. Да, пол-литра, пожалуйста, да. Вот, да, и 2 литра. И про это совершенно скучно говорить, и ну просто невозможно. С Ириной говорить возможно. И я воспользовалась этим случаем, чтобы добыть из нее каких-то вопросов и просто поговорить в режиме диалога. Да, я очень рада. Я теперь спочу микрофон и начну с того, что меня эта тема запахов и секса интересует очень давно. Я не очень хорошо разбираюсь в мире парфюмерных ароматов. И, ну, как обычный пользователь, может быть, даже не очень активный пользователь, но в моей жизни были события, были случаи, когда запах меня так будоражил, так тревожил, так волновал, пробуждал такие глубокие чувства. И я так помню это, так люблю эти воспоминания. И это было волнующе, и это приводило к каким-то удивительным переживаниям. В общем, я готова была идти за обладателем какого-то запаха на край света. И я бы хотела поговорить, конечно же, об этом. Мне интересно, как это складывается, из чего складывается вот такой волнующий отклик. Почему так глубоко запах трогает, когда весна, когда хочет любви, когда, ну, вот так. За какую струнку нашей души это все дергает. Ну и кроме того, да, у меня накопилось вопросов. Я очень хорошо понимаю, что ты, наверное, на своем краю, где вот опыт и знания, да, ты эти вопросы миллион раз слышала, и, наверное, мне кажется, что ты уже на них миллион раз ответила. И поэтому тебе кажется, что, ну, уже отвечено же, так нет. Вопросы люди приходят и задают. Эти вопросы, например, касаются того, что, да, а что такое феромоны, а где намазаться. Ну, вот все вот эти увлекательные темы, они народ будоражат. Я за несколько лет работаю с сексологической темой. У меня такой блокнотик с этими вопросами накопился, и я тебе готова их сейчас все выгрузить. И это будут очень простые вопросы, что называется, ну, вот, от обычного читателя, от обычного пользователя. И я очень надеюсь, что ты расскажешь. То есть прям можно начинать, да? Конечно, да, да, да. Да, отлично. Ура, давай же и начнем. И у меня тогда вопрос, почему запах этот так сильно влияет на желание? То есть почему, ну, условно говоря, да, вопрос от пользователей. Молодой человек, который пахнет определенным парфюмом, очень волнует, и его хочется сразу брать и вести на сеновал, в постель, куда угодно, на утехи. И этот же человек, который приходит к другим парфюмам, невыносим, вести его никуда не хочется, кроме ванны, чтобы он смыл с себя все эти благоухания. Как это устроено, как это работает и почему так? Смотри, прямого простого ответа на этот вопрос у меня, я боюсь, что нет. Но ты заметил очень интересную штуку, что довольно часто бывает, что запах не столько включает желание, сколько его выключает. Во-первых. Во-вторых, ты тоже, когда задавала такое дело вводное, говорила про, давай я это назову так, контекст. Почему так будоражит зимой? Почему этот запах не будоражит тебя, если ты лежишь, ужасно хочешь спать и хочешь только, чтобы тебе принесли чашку теплого чая? Ну, иногда. А при этом весной, когда душа поет, когда твоя кровь стремится куда-то, опа, происходит какая-то магия. К чему я это веду? К тому, что можно еще по-другому спросить, есть ли феромоны, да, есть ли афродизиаки. Я бы тебе сказала, что феромоны, как таковые у человека, вот у человека нету. Как так? Как так, Анна? Секс-шопы предлагают. Подожди, подожди. Секс-шопы, ну, да, еще предлагают выучить английский за два месяца с нуля. Все врут, да? Все врут? Да. Слушай, ну, как же так? Слушай, нет, у меня была фантазия, извини, я ее расскажу, не можно мне стерпеть. У меня была фантазия, что их откуда-то добывают, что их откуда-то сцеживают из каких-то прекрасных людей. Человеческие феромоны, да? Примерно как у Зюскинда, да? Это говорит, какой мощью обладает художественное слово, да? Вот Зюскин, да, написал, профимера. И, так сказать, вот это вот огромное, огромное влияние на умы, конечно, наказывает. То есть не было такого, чтобы великие химики выделили химически, вот это все. Вот это все, это что? Вот это все, это что? Есть, смотри, есть очень много работ. Давай, давай расскажу, что бывает. Вот, что бывает. И потом мы сделаем вывод, чего, возможно, не бывает. Феромоны, как таковые, да, это вообще видоспецифические вещества. Вещества, они есть, например, у насекомых. И они насекомым страшно нужны, потому что самцу бабочки очень нужно знать, где у него самка. Пока он там ночью летит, среди еще других похожих самок, но не того вида, и он ориентируется на запах. Феромоны у насекомых, это вообще роскошная вещь, она есть, она вот именно так и работает. Если ты, Ирина, выйдешь куда-нибудь в поле или в лес, и в лед насекомых откроешь пробирку с феромонами, на тебя налетят мотыльковые самцы, облепят тебя со всех сторон, и будут думать, что ты самка. И, в общем, такая неудача у них выйдет, а у тебя, наоборот, удача. У насекомых такое есть. У животных, которые чуть-чуть больше похожи на нас, есть огромное количество химических соединений, которыми они метят территорию, например, или пахнут, и которые оказывают некоторое влияние на поведение других особей того же вида. Ну, метки, которые оставляют собаки и кошки, например. Это же общение между животными. Я правильно понимаю, что это аналог френд-ленты, да? Кто-то оставил комментарий. Надо пойти полайкать. Да, да, вроде того. Или, Ирина, вот, держись от меня подальше. Тоже такое бывает. Половые феромоны, так называемые, в принципе, есть. Но, опять же, да, у кого когда-нибудь была собака с течкой, то знает, что это, в общем, такая вещь понятная и видная издалека. Да, вот, но, тем не менее, даже это уже не так же, как у мотыльков. У людей все еще хуже, вот, потому что люди, в отличие от мотыльков и от животных, они ориентируются на очень-очень много разных штук. То есть их поведение, оно, я буду огрублять, но, тем не менее, да, не влезать нам совсем уже, да, в науку. Поведение человека, оно, во-первых, оно не сводится к сумме разных арифметических вкладов. То есть вот здесь у него нога чешется, вот здесь вот у него феромон прилетел, вот здесь у него что-то еще. И то, как в итоге человек поступает, не является арифметической суммой стимулов. Вот что я хочу сказать. Это я понятно выразилась, как-нибудь покивай мне, дай знать. Это понятно, но я хотела бы немножечко в сторону секса и ароматов еще тоже, потому что меня обдорожат вопросы. Так, так, это же то же самое. Секс, это не сексуальное поведение, не является стимулом сексуальных стимулов. Что, опять в мозге? Из внешней среды, во-первых. Во-вторых, секс-то он внутри человека находится, он не вовне. Где он находится, в голове, я небось опять скажешь. Нет, ну почему сразу в голове, вот эта вот голова? Нет, не в голове. И, во-первых, я против политики расчленения на голову и все остальное, потому что есть тоже вот такая, знаешь, история, что есть какое-то вот глупое тело, и есть какой-то умный мозг, который якобы всем управляет, но это же не так. Это устроено не так, вообще не так. Говоря о... Я хотела про это сказать позже, но скажу сейчас, потому что это тоже важно. Ты же знаешь, что, говоря о науке и о артефактах исследования, в Нидерландах провели исследование, что женщины в носках испытывают оргазм лучше и чаще, чем женщины без носков, казалось бы. Где локализован секс у женщины? Скажи мне, наверное, в ногах или, скорее всего, вообще в носках? Казалось бы, но ведь нет. Потому что дальше ученые и следователи над ними так ржали все, что они немножко посмотрели это глубже и поняли, что это зависит от температуры стоп. Ну, то есть женщин как бы с их партнерами запирали в холодной комнате, если хотя бы носки им оставить, то если хотя бы будут ноги теплые, оргазм им будет получить проще. Ты, кстати, тоже как человек, который знает, например, родовые процессы, наверное, можешь сказать, что в холоде многие процессы идут не очень охотно, потому что как бы... И мы не можем сделать вывод, что тепло провоцирует родовой процесс. Что провоцирует родовой процесс? Ничего. Ну, то есть как бы родовой процесс провоцируется рот. Ну, родовой процесс здорово управляется головой. И есть высказывание замечательного ученого одного, который говорит, должно быть тепло, темно и тихо, и тогда все пойдет хорошо и по природе. С сексом, я думаю, что примерно то же самое. Да, но мы не можем при этом говорить, что темнота и тишина, и тепло запускали родовой процесс. Нет, они помогают ему протекать нормально. Но его ничего не запускает, кроме внутренних причин, ну, таинственных, комплексных. Давайте, как бы, если мы адепты научной картины мира, будем называть их комплексными. Если мы адепты не очень научной картины мира, но таинственные, значит, жизненно-министические причины, которые вызывают всплеск желания. Ну, слушай, то есть нет такой штуки. Ну, духи с феромонами – это ерунда и неправда. Нет, это не совсем ерунда, потому что, как и Света, Холод, Дуси могут, как ты говоришь, очень сильно отвратить от человека. Подружки? Потому что я одного участника, и главное, чтобы не тебя. И я это сделала. Ура! Мы можем говорить о том, что есть очень много, если ты, я не знаю, читала ли ты книжку Вульфа, ее как-то перевели, как хочет женщина или чего хочет женщина. Она там, по-моему, очень внятную, хорошую концепцию предлагает, концепцию газа и тормоза. И что тормоз – вещь очень важная. У нас есть очень много стимулов из внешней, из внутренней среды, которые могут нам секс затормозить, и с которыми секс, ну, как бы, идет плохо. Тогда я хочу примеров. Можно мне примеры? Что, например, может секс затормозить? Отвратительный запах. Конкретно для этого человека отвратительный, да? То есть, если вот мне конкретно не нравится условно запах огурцов, то все, никакой сексуальности уйди противный, да? Ну, например, ну, скажем так, это опять же, да, нету такой истории, что, ну, то есть, если от тебя от огурцов тошнит, то ты будешь просто блевать в туалете, а не будешь заниматься сексом. Это логично. Ну, то есть, если парфюм не нравится женщине, то она ведет партнера смывать его, вместо того, чтобы везти его в постель. Я думаю, что да. Ну, да, вот я слышу такие слова. Он просто говорит ему, уходи, уходи. Можно ли намаловщись чем-нибудь стать привлекательной особью для кого-то, кому-то не был привлекательным или привлекательной? Смотри, мне кажется, что зависит от того, насколько ты до этого, насколько до этого партнер был холодный к себе, грубо говоря. То есть, знаешь, как такое воздействие на холодную, на горячую аудиторию. Если аудитория горячая, то любой не тормоз будет срабатывать хорошо, потому что он в том числе работает на тебя. Ну, ты же думаешь, что вот я чем-то намазалась, и я прям встала. Ого-го. Если аудитория очень холодная, то любая попытка надавить будет вызывать скорее раздражение. У тебя, я не знаю, у тебя было такое? У меня было, когда я один раз думала, что эфирное масло Ланге-Ланге, такой замечательный афродизиат. Вот. И да, я была, так сказать, я сперва долго искала это ничего по всей квартире, потом была отправлена в банку. И была, хотя все говорят, боже, он какой-то такой афродизиат. А еще, кроме Ланга, то чего у нас в списке? Что считается и номинировано как замечательный афродизиат? Зависит от степени фантазии того, кто это перечисляет, потому что я встречала абсолютно, абсолютно все в качестве афродизиаки. То есть традиционно, традиционно считается, что секреции животного происхождения афродизиаки, то есть мускус, амбра, амбра. Помнишь даже, ты говорила про амбру? Помню, она меня будоражит, да. Вот какая из амбра тебя будоражит? Я подозреваю, что животное. Животное. То есть тебя подоражит запах моря, и запах моря, да, устриц. Ну, можно. Меня тоже подоражит, но, наверное, в каком-то даже другом смысле. Устриц вам хочется. Вот. Традиционно животные вещи считаются афродизиаками. Кроме того, во всяких культурах восточных, типа вьетнамской и китайской, их просто употребляют внутрь. То есть они как... Гормонально стимулируют, да? То есть тоже не ароматически. Ну и считается, что они повышают жизненный толонус, соответственно, стоит хорошо. Вот это вот, вот это вот все. Мускус каборги, касториум, экстракт, соответственно, припунциальных желез бобра. Вот. Причем касториум действительно оказывает общеукрепляющее воздействие. Вот. Но общеукрепляющее, почему я не могу эти слова выговорить? Как настойка лимонника. Можно сказать, что и лимонник тоже афродизиак. Но это что называется? Да, если ваше давление на уровне плинтуса, у вас будут проблемы с осуществлением сексуального поведения. Если ваше давление хотя бы немножко приближается к нормам, будет лучше. Да, это правда. Но это не афродизиак, это нормализатор здоровья. Все. Так, смотри, здесь вот из твоих слов я вывела мысль, и она мне близка. Я вот о чем, что самый первый, самый примитивный подход к запахам и влечению – это намазаться чем-нибудь, чтобы впечатлить кого-нибудь. Это, пожалуй, такая мечта о волшебной палочке, что вот я сейчас намажусь и стану прекрасной и привлекательной. И все мальчики мира будут молить. И это, конечно, такой девчачий немножко подход, мечта о волшебной таблетке. А здесь второй слой, вот он мне более интересен, намазаться для себя, чтобы выйти в определенное состояние. И, может быть, повести себя иначе, и, может быть, тогда тот, кто тебе небезразлично, кликнется на твой такой зов. Да, вот этот второй слой – это уже работа с собой, со своим состоянием и настроением. Поэтому оно, мне кажется, более полезное и отдачу дает больше. Вопрос с другой стороны. Все же я боюсь упустить важнейший вопрос, который мне задавали раз в пять. Почему нет духов с запахом свежего мужского пота? Вот есть такой отличный запах свежего мужского пота, когда это еще приятно. И женщины очень волнуются, многие, когда его слышат. Почему нет такого парфюма? Мало спроса, к сожалению. Я даже это люблю. У меня даже, как моя подруга, характеризовала какой-то мой аромат, что пахнет здоровым мужчиной, который был свежевымыт, а потом вскопал грядку в апельсиновые рощи. Да, да, да. Вот это вот. Но с этим был связан еще один твой вопрос, который ты мне озвучивала, про телесность и про табу на запахи тела. Есть такие два лагеря, и они между собой очень странным образом пересекаются. Один лагерь хочет волшебную таблетку для секса, причем мало кто хочет, чтобы она пахла потным мужчиной, даже свежепотным. И второй лагерь говорит, что телесные запахи в парфюмерии, о чем вы вообще говорите, ребята? Парфюмерия – это высокое искусство. Она не должна быть загрязнена чем-то таким вульгарным, примитивным. И вот таким. Тогда вопрос отрахаться – это чем? Возможно, виртуально, с помощью веб-камеры, понимаешь? Посылай друг другу флакончики, да? Посылай друг другу флакончики с чем-то прекрасным, да, и в ванной, чтобы все было очень чисто и мыться до скрипа. Вот, то есть есть вообще сейчас, как ты, наверное, тоже согласишься со мной, запахи тела довольно сильно табуированы. Считается, что если ты не пользуешься дозаранкой и пришла в приличное место, то это не очень прилично. То есть если от тебя вдруг стало пахнуть потом, и, ну, опять же, да, давай так говорить, что если ты вспотела не час назад, не два часа назад, а там часов пять назад, то, в общем, ну, как, да, он пахнет, он пахнет, как пот. И граница, на которой происходит маркировка приятная-неприятная, у многих смещена вплотную к нулю, скажем так. То есть это все равно социальное воздействие, да? Мы обучены тому, что так пахнуть не должно. То есть невозможно же, в принципе, если исключить узкую субкультуру, невозможна ситуация Наполеона, который писал, еду, буду через, там, через пять дней, Жозефина, не мойся. Ну, и это явно было его сетишем, потому что он, по-моему, не раз вообще ей посылал такие вести. А сейчас для современного человека, ну, наверное, это немногие оценят, и немногие поймут это как влекущее. Да, с одной стороны, я согласна с тобой, и это, безусловно, так. С другой стороны, есть такая штука, что наше обоняние вообще культурно маркировано намного сильнее, чем мы можем себе представить. То есть мы думаем, что то, что у нас возникает в ответ на какой-то запах, это какая-то такая физиологическая конструкция. Но это вообще не так, в принципе, не так. Чуть ли не больше половины вот вклада того, в то, что мы чувствуем, то есть что мы в состоянии отрефлексировать, как наше чувство в ответ на запах, это порождение культурного конструкта. Да, и это много уже, много кем показано. И было показано еще, что вот эта вот толерантность к запаху тела и к запаху, ну, вообще человеческой, всей человеческой, так сказать, жизнедеятельности вкупе, чтобы, да, не уточнять, она тоже культурно обусловлена. То есть люди того времени, у них была другая чувствительность к запаху тела. И для, возможно, для Наполеона вот это «переставай мыться, через три дня я буду» примерно то же самое, что для нас «вскопай мне грядку, через час я тебя буду нюхать». Тогда вопрос. Смотри, правильно ли я понимаю, что если мы хотим включить сексуальность другого человека в современном мире, то нам вообще пахнуть не рекомендуется или рекомендуется пахнуть социально одобряемыми вещами? Ну вот, смотри, я почему спрашиваю. Я вижу рекламу периодически японской линейки средств, которые устраняют любые запахи телесности и, более того, прибавляют запах свежего чистого тела, молодого и молодой человеческой особи. То есть это, наверное, крайний полюс того, чем вот этой вечной мечты о вечной молодости, конечно, которая привлекательна. А с другой стороны, это отсылает аж куда-то к детству, по-моему, вот к этой нежной молочной такой вуали, которая сопровождает маленькое дитя. Ну какой секс вообще, вы что, ребята? Никакой, никакого. Нет. Нет. А слушай, ну еще тогда вопрос. Смотри, вот здесь мы, конечно, не про парфюмерию, но сама тема телесности и запахов, она очень-очень интересна. Сам секс же пахнет, ну он же пахнет. И мне очень интересно, куда зайдет... Как идея или как процесс? Что ты говоришь? Как идея, говорили? Ну, Господь с тобой. Как идея, он пахнет парфюмом чаще всего. Или весной. Она или номер пять, как нужно. Да, вот. А как процесс, он же тоже пахнет, там же выделяются жидкости, там соприкасается кожа, там пот проявляется снова, да, на этой коже. И поэтому я вот о чем... Так, прилетела весенняя муха. Я вот о чем хотела спросить-то. Если мы будем дальше развивать эту мысль об устранении всей телесности, которая только возможна, то как вообще можно... Ну, наверное, научная мысль будет двигаться в сторону. Давайте и секс тоже перестанет пахнуть. Вообще. Вот то-то мы и заживем. Вот это будет странно. Слушай, а как ты думаешь, куда это все будет развиваться? Ну, то есть вот полное очищение человеческого тела от его природных запахов... Я не про грязь здесь. Я против Жозефины с ее концепцией, но тем не менее. Да, но я про то, как... Куда это все двинется дальше? Мне кажется, достигнув абсурда, это все где-то у стаканицы на волотой середине невозможно. Я тоже надеюсь, что произойдет некоторое переключение. Но ты же знаешь, что как это? Есть уже огромное количество, там, сотни или тысячи продуктов для вагины, которые абсолютно для чего не нужны. В том числе для ароматизации, чтобы ничего не пахло. То есть оно уже есть. А у нас тут, между прочим, слушатели проверили, чем пахнут японские продукты, и говорят, очень здорово. И устраняют только старческие какие-то номиналы, запахи старческого тела. Давай мы вернемся к вопросу, который ты задала. Что делать, если мы хотим повлиять на чужую сексуальность? Во-первых, нам нужно где-нибудь взять волшебную палочку, чтобы повлиять на чужую сексуальность, взмахнуть ей, наложить там империю и говорить, все, давай ты будешь вот это делать. Ребята, это не работает. Сексуальность другого человека, и не надо ее включать манипулятивным путем. Мне кажется, что вообще, ну она либо включается, но у вас либо не включается. По тайных кнопочек, по тайных я подчеркну это, ну вы можете их, конечно, найти, но зачем? Но большое дело, я с тобой согласна, свою следовать, это правда. И исследовать себя, исследовать, какие вещи у тебя-то это все включают, это может быть очень интересно, но это абсолютно индивидуальный путь. То есть нет общих запахов, которые включают сексуальность вот прям у всех, у всех. У людей такого нет. Знаешь, знаешь, чего есть из химических веществ, которые действуют на людей, вот прям здорово действуют? Нет, расскажи скорее. Запах молока и желез, которые окружают соски, на младенца в первые месяцы жизни. Вот это есть. А я даже знаю, почему, я знаю, почему, потому что этот запах полностью соответствует запаховой картине и вкусовой картине околоплодных вод, окружавших младенцев в утробе. Вот. Я бы сказала не так, я бы сказала, что здесь у младенца, да, очень мало, мало способов ориентироваться во внешнем мире. Он не очень, не очень все дифференцирует, да, у него еще не очень, первые месяцы у него плохо работает зрение, например. Ну да, а тут родной такой запах. А запахом, да, с запахом все нормально. И вот это очень-очень важно. И насколько я знаю, многим женщинам, у которых есть какие-то проблемы с грудным вскармливанием, рекомендуют, как почти, как Жозефине, не мыться так часто и носить футболку, которая пропитывается ее. И это работает. Да, и это работает, потому что ребенок, вот это включает, да, вот это вот потайная кнопочка, которая включает у ребенка нормальное поведение. И вот это да. Но, извините, как только этот младенчик вырастает, вот таких однозначных кнопок уже нет. Но чего есть, да, я тебе расскажу, что интересно. Расскажи. Что я спрашивала и что я нарыла. На самом деле больше всего из того, что особенно, по-моему, женщины на эту тему начинают фантазировать как-то. Ну, из того, что мне кажется, хотя я не могу утверждать это со стопроцентной вероятностью, это мои ощущения. Мужчины про афродизиаке в запахе говорят, что они так зависают, и он говорит, ну вот, а моя первая любовь пахла плазонной. И мечтать не улыбаются. И говорят, вот я до сих пор помню этот запах. То есть срабатывает, да, якорь, как это называется, запоминание, запечатление. И запахи, действительно, они очень сильно работают с памятью, они хорошо вызывают воспоминания, и они хорошо вызывают воспроизводство вот этого состояния... Влечения, да. Причем, ты знаешь, первая влюбленность, это же часто вообще не влечение. Я не про похоть, я про вот это сложное состояние, которое локализуется у многих в грудной клетке. Да, да, да. Бабочки вот эти. Да, да, трепет, трепет, волнение. Трепет. Но, посмотря на случайного дяденьку на улице или тетеньку, откуда это, как бы, да, мы не можем знать, чем похоть первая любовь. А если мы будем их спрашивать, это почти то же самое, что позвольте вам пиндюрить. Ну, то есть... С восьмой стороны, у меня есть личная история моей первой встречи с Паренгейтом, еще старой версией. Этим ароматом пользовался пожилой дедушка-врач. Ну, такой уже совсем безобидный в любом смысле дедушка. Но я просто понимала, что все, человек вошел в поликлинику просто по запаху. И я была крайне взволнована, но никак не ассоциировала этот запах его носителя. Но потрясение было очень велико. Я потом узнавала этот запах. Я не знала, конечно, как он называется, потому что мне было сколько же? Мне было-то лет, наверное, 15, когда я первый раз услышала Фаренгейт. И я была склонна идти следом за людьми, которые пахли так же. Это было нечасто, потому что Фаренгейт найти было довольно трудно какой-то период. А потом, только спустя несколько лет, я узнала, как это называется. И да, это очень волнует. То есть я могу влюбиться быстрее в человека, который носит на себе Фаренгейт. Почему так? Потому что сам первый его владелец, он никак не распознавался как сексуальный объект. А вот запах совершил какую-то революцию внутреннюю. Как так? Иногда так случается. Я же говорила про таинственные внутренние причины. А что владеет? Вообще прямо ничего с ним не было связано? Ну, то есть вот ноль? В смысле, про кого-то? Про владение Фаренгейта. Нет, нет. Это был дедушка доктор, профессор. И это был очень милый человек, который ни сам ничего не транслировал, ну, кроме респектабельности и успеха. Понимаешь? То есть я подозреваю, что он... Может быть, в этом дело? Нет, он пользовался этим ароматом не чтобы сводить с ума окружающих, а просто потому, что это, видимо, был хороший, дорогой парфюм, и ему кто-то подарил. И все. Я намекаю на то, что, возможно... Меня, думаешь, взбодоражило качество? Ну да, потому что историю про пуазон польского разлива я уже в фейсбуке рассказала. А Фаренгейт, тот, который носил дедушка доктор, был совершенно настоящий. Респектабельность и успех ради не способны себя взбодораживать? Ну ладно, тогда мне придется рассказать тебе еще одну историю, которая произошла буквально недавно. Я была в Москве, я шла мимо какого-то прекрасного ресторана, и я там остановилась как скопанная, потому что только что на том месте, где остановилась я, был какой-то замечательный человек, которого я не видела. Но он оставил после себя запах кожи, табака и какого-то парфюма. Я не знаю какого, но это был запах Квинтес, это был одновременно Джеймс Бонд, Колумб, кто угодно. Я была потрясена, я постояла, подышала этим оставшимся шлейфом еще секунд десять, и пошла очарованная. Я тоже не видела персонажа, но я поймала букет. То есть это впечатляет. Почему это так впечатляет, даже если мы не видим персонажа, даже если это дедушка, который не имеет в виду ничего такого? Я думаю, что потому что ты готова, потому что я в те же годы, я ходила по тем же примерно улицам, и Фаренгейт на меня не оказывал вообще никакого влияния. То есть я, ну, я помню, что он был, я его узнавала, но... Ну и что? А у тебя были какие-нибудь такие запахи, которые... Вот в юности? Ты знаешь, связанных с сексом, пожалуй, нет. И опять же, дело в том, что мне так повезло, я считаю, что это повезло, у меня не было импринтинга на этой почве. То есть никто из тех, в кого я была влюблена, не пользовался буками. Единственное, что мне до сих пор нравится, запах табака. Вот, вот, что... Да, что есть, то есть. А в остальном... Нет, то есть у меня, у меня так это не работает. Я не говорю, что ни у кого не работает, ты вот говоришь, что работает у тебя. Но опять-таки, это не запах стиля, вот сейчас я пойду и отдамся. Это запах стиля, я взволнована, взбудоражена, меня где-то затронуло в самых глубинах моего сердца, и я глубже дышу, и я чувствую себя иначе. Я чувствую себя в другом состоянии, на пороге какой-то истории. Такого много, такого много. Но это не про секс же, это же про историю, извините. Ну, конечно, давай разграничим. Понятно, что в какой-то момент, особенно если голова на плечах есть, а сердце живо, то, что выше пояса происходит, имеет решающее значение. Но я, наверное, про это и спрашиваю. У тебя были какие-нибудь запахи, которые прямо осенили твою юность вот этим звенящим ощущением, вот этой будораженности. Нет? Нет, нет, пожалуй, что нет. Я спрашиваю тебя страшное. Как ты тогда стала парфюмерным мастером? Вот именно поэтому, да, я думаю, что именно поэтому, потому что нету чего-то готового, и это пришлось собирать из того, что есть. Во-первых. Во-вторых, зато у меня была другая история. Давай я тебе расскажу другую историю про разное восприятие запахов, связанных в том числе со старостью. Нас там спрашивают на Фейсбуке еще, а как же мускус? Спрашивают нас про мускус. Позже мы скажем про мускус. И скажем еще, да, почему вообще индустрия все равно все это продает, несмотря на то, что мы говорим, это ложь, это ложь. Но где же тот крючок? Что же она продает? Мы про это скажем. Но я недавно на своих мастерских по, так сказать, развитию, по искусству обоняния мы обсуждали, у кого какие ассоциации вызывают определенные парфюмерные группы. И кто-то сказал мне, что одеколоны, одеколоны – это такая какая-то дедушка, дедушковая такая история. Одеколоны – это, если ты, чтобы тебе покороче объяснить, это легкие цитрусовые ароматы. Может быть, у тебя дедушка или папа даже пользовались, они после бритья вот так вот. Вот вся эта группа – это одеколоны. У них очень свежий запах, очень яркий, очень быстроприходящий. То есть они сильно пахнут в момент нанесения, но потом, когда уже он уходит, он уже не так силен, если ты вдруг помнишь. И это действительно было распространено некоторое время назад. И у многих людей эта ассоциация с какой-то, да, со старостью. А я поняла, что у меня наоборот, что у меня вот эти вот одеколоны, с одной стороны, они связаны с моими дедушками. С другой стороны, я понимаю, что это вот он, вот он запах. Отчасти мужественности и чего-то такого, что приятно дополняет меня, что встраивается в мою жизнь и делает ее более яркой. То есть это запах, связанный со старостью, но он не про старость. Вот такой проопыт. Про опыт, про все вот эти приключения суперагентов, вот это, наверное, да? Да, да, и про это тоже, и про такую Дольчевиту даже немножко. Слушай, ну тут я с тобой соглашусь, потому что я выросла в среде военных летчиков, которые все пахнут табаком и одеколоном, причем иногда это был хороший одеколон. Да, то есть это действительно запах, который намекает больше на какие-то истории, связанные вот с приключениями, странствиями, мужскими работами, да? Вот то, что социально называется «Любите девушки простых романтиков». Вот, а старички, ну, наверное, я думаю, что здесь имелись в виду такие очень простые топором рубленные советские одеколоны, которые продавались в гастрономах в отделе, в отделе, где стоял одеколон, лосьон огуречный и... Даже Новозаревские одеколоны были не так плохи, на самом деле, когда, ну, вот еще в какие-то 80-е, ну, ничего, было ничего. Ну, все-таки хороший одеколон и запах табака, это очень хорошее сочетание, волнующее. Ирина, согласна, вот здесь вот по всем пунктам, видишь, вот мы и нашли афродизиан. Да, вот, мы, по крайней мере, его нашарили, ну, для нас актуальный, да? С другой стороны, ну, знаешь, вот если честно говорить, то тот запах, который меня совершенно универсально включает, это неповторимый запах, и он не парфюмерный. Я не буду дальше рассказывать. Наверное, это мускус, Ирина. Ну, возможно, возможно, это так называется. Вот, ну, про мускус ты обещала. Расскажешь про мускус? Да, да, про мускус. Часто спрашивают нас, спрашивают нас в фейсбуке, в комментариях спросили, а как же мускус? Так вот, мускус – это вообще секреция животных, не людей. Ну, то есть как узкопонимаемо, есть мускусный олень Кабарга. Знаешь, такого у него ушки и клыки еще такие очень смешные. Вот, у него ужасно ароматная вот эта вот секреция, и она действительно по запаху, в общем и целом, то, что называется мускусные духи, дает они некоторое, не очень близкое, но некоторое представление. Если огрубить, то вот можно так сказать. Но также есть мускусная крыса, да, мускусная утка. Мне подсказывает муж, мускусная утка, да, это, кстати, наверняка тоже встречала мускусных уток и многих, многих еще других мускусных животных. Это как бы выражение, которое означает, что вот животное пахнет, иногда это запах примерно из той же группы, что и у мускусного оленя, или, ну, другой, но похожий. И как бы дальше вопрос, ну и что? То есть вот есть мускусный олень, который своих самок завлекает своим мускусным секретом. Причем здесь люди, спрошу я тебя. Ну, люди пахнут тоже волнующие совершенно. Ну, это же, ну, не как кабарга. Я не нюхала кабаргу, сори. Как бы сказать, почему человек должен реагировать на запах кабарги? Я не знаю, реагирую ли я на этот запах. Я не знаю, но у меня вопрос. Может быть, это немножечко отдаленно напоминает самого человека? Нет? Это тоже зверушки. В этих, ну, в принципе, да. Если так широко взять, то, да, это тоже зверушки. Но это, знаешь, это как примерно из пушек по воробьям. То есть вот как я сказала, что феромоны у мотыльков, да, у бабочек, у насекомых, у разных, боже мой, насекомых, он четко видоспецифичен. То есть ты откроешь одну коробочку, и на тебя налетят мотыльки одного вида. Ты ее закроешь, откроешь другую, и налетят мотыльки другого вида. Ну, все животные из леса не сбегутся. Это радость просто. Это счастье же какое-то, да? Что не сбегутся все. Потому что что мы с ними будем делать? Да, здесь я подхвачиваю твою мысль о том, что, ну, а зачем все особи? Даже нашего вида. Представь себе, что вот мы побрызгались и сбежались, например, все мужики. И мы такие, и что? И что с ними делать-то? Это же не про... Это вообще не про желание. Это, наверное, про потребность быть нужной и востребованной, да? Если вот это вернуться к волшебной палочке, то если я буду так благоухать, то, наверное, я получу точное подтвердение, что я прекрасная, что я королевичная принцессочка, и все меня любят. Я получу сразу сто подтверждений, да? Их уже невозможно будет игнорировать. И будет печаль и изумление, если вся эта собравшаяся общественность поведет ее вдруг на сеновав. Потому что не этого она хочет, когда она хочет духи с феромонами. Она хочет быть самой замечательной, самой восхитительной, но она не хочет быть возделанной всеми. Давайте будем честны, да. И поэтому тут вот различать свои желания. Иногда мы покупаем... Иногда женщины покупают духи с феромонами не для того, чтобы иметь секс. Они покупают духи с феромонами, чтобы иметь чувство, я прекрасна, я хорошая. Это, честно сказать, чинится быстрее, наверное, терапии, чем с феромонами. Ирина, я не знаю. Вот ты все время говоришь про чувство прекрасности. Мне кажется, что они власть покупают, а не... А, ну, а без власти-то как? Конечно. Причем это такая детская власть. Мама и папа, смотрите на меня, а я буду петь на табуретке. Вот. Я тут буду самая нарядная. Вы будете хлопать только мне. Ну, примерно вот оттуда корнями это растет. Может, от самой душистой девочки на свете, чтобы всем понравиться. И это не про взрослые реакции. Но я хочу все-таки, блин, поговорить про человека. У человека мускуса, в принципе, нету, да? Нечем производить. Смотря что мы называем мускусом, да? Мы... Если ты говоришь про то, пахнет ли человек, да? Человек, конечно, пахнет. И, в общем, у человека есть... Он продуцирует во внешнюю среду некоторое количество химических веществ, которые считываются другим человеком. Это правда. Это есть... И это не пот, и это не грязная кожа, и это не... Ну, как бы делительные запахи. Это особое выделение. Очень разные. То, на что ты, наверное, намекаешь, это, ну, во-первых, секреция желез, связанных непосредственно уже с, так сказать, как это, господи, называется, с актовым совокуплением, да? То есть всякие смазки, слизи и все такое прочее. Плюс секреция желез, которая, по-моему, она есть в подмышках и вокруг паховых волос. Вот. Вот это вот, да. Да, но это запах, он есть, он считывается, он волнующий. Но, опять же, представь себе, что ты поменяла эмоциональный сеттинг, поднялась где-нибудь высоко в горы, а тебе магическим образом упал в руки бокал лимонного щербета, и вдруг он пахнет вот таким вот образом. Но это способно вызвать, я бы сказала, что в лучшем случае недоумение. Вот. Ну, никакого, никакого секса. Зачем? Почему лимонный щербет так пахнет? Ты не захочешь трахнуть лимонный щербет. Вопрос контекста, да. Вопрос контекста. И, кстати, наоборот, если ты разворачиваешь свой подарок, а он вместо того, чтобы пахнуть так, как ты хочешь, вдруг пахнет лимонным щербетом, ты думаешь, что это, боже мой. Наверное, японское мыло так хорошо сработало. Почему? Где? Ну, тут я сразу вспоминаю еще историю, которую мы когда-то давно рассказали, что бывают случаи, ну, это несколько раз я слышала такие истории, когда бывают случаи, когда женщина, принимая оральные контрацептивы, испытывает влечение к своему партнеру, а потом, когда вдруг, по рекомендации врача, она спустя много лет, родив этому мужчине детей и любя его верно и нежно, перестает принимать контрацепцию, она вдруг обнаруживает, что она его нюхать не может, не то что с ним спать. Вот. Можешь прокомментировать эту историю, как человек, имеющий дело с запахами, как биолог, как физиолог? Да, да, конечно. Это вообще очень известная история на самом деле. Дело в том, что если что и показано у человека в смысле влияния запахов, запахов другого человека, одного человека на другого человека, и коммуникации, так это то, что женщинам чаще кажется привлекательным запах мужчины, который генетически на нее максимально не похож, ну, условно говоря. При этом это не половые аттрактанты, да, то есть это не мускусный запах, это запах, ну, как бы всего человека, то есть весь человек, пахнет его пот, его слюна, его тело, все вместе. Вот. Оно источает запахи, которые вот некоторым, да, являются продуктом вложенной жизнедеятельности, скажем так. При этом, если гены гистосовместимости, его от генов гистосовместимости, женщины далеко, то есть, грубо говоря, его почку ей не пересадишь, как близкие родственники, да, можно взять почку и пересадить, грубо. Если они не близкие, а очень разные, то запах этого человека женщине нравится больше. Она его больше, так сказать, немножко вожделеет. Но это влияние, оно очень, ну, очень небольшое. И оно, то есть, как вообще оно было показано, знаешь как, говоря о экспериментах и измерениях, да, что в целом, когда женщины нюхали мужские футболки, пропитанные вот далеким, потом далекого генотипа, фотографии случайно подобранных лиц казались на 5% более приятными. Ну, то есть, когда не очень похоже на картинку с открытием пробирки и что на тебя все самцы вдруг, вот, нет, ну, похоже он более приятный. И почему я про это рассказываю? Потому что прием гормональных контрацептивов вот эту вот функцию приглушает очень сильно. И, да, женщина вот в такой, так сказать, находится позиции уязвимой, что... А, а, погоди. То есть, пока она пьет контрацептивы, она не чувствует этих запахов и ее любовь к партнерам строится на официальном контексте. Или как? Или на каких-то других вот будителях. На любых других, кроме этого, да. А, я-то думала, что они не приглушают, а меняют восприятие. Ну, как, можно, можно сказать, я сказала, что вот этот аспект они меняют. Вот. В целом, просто это вещь, которая вот довольно четко показана, но там очень много на самом деле разных разных факторов влияет на то, как женщина вообще что оценивает. Например, я вот сегодня читала про беременности запахи, да. И вроде вот как считается, что, ну и как многие женщины рассказывают, что во время беременности они становятся очень чувствительными к запахам. И многие запахи просто становятся очень неприятными, и что якобы порог очень понижается, то есть вот по восприятию и по тому, что репортам, да, то есть то, что женщина рассказывает, выходит, что у нее обоняние прям так обострилось, так обострилось. Ученые берут вот этих женщин, проводят с ними тесты, которые можно измерить, ну, математически, то есть они дают им нюхать там в разным образом разбавленные запахи и выясняют, что нет, не поменялась чувствительность, но поменялась, как бы сказать, эмоционально-когнитивная сфера меняется. То есть меняется не способ получения сигнала, а способ обработки сигнала. И это зависит от, не то, что зависит, в этом вносит вклад гормональный коктейль, который атакует женский организм, который не то, что он атакует, который там циркулирует. я вспомнила историю про то, как во время беременности запах одного из гостей был настолько странным для меня, что я в конце концов попросила просто человека не приходить в гости какое-то время, потому что не могла. И это был очень-очень аккуратный человек, он был всегда там чистый и ухоженный, но чисто запах кожи и вот этот чулей самого существа оказывался вообще невозможным, непереносимым. То есть это изменение не остроты восприятия, а расшифровки этого, интерпретации этого восприятия, которое у меня сдвинулось куда-то. Притом, там человек был милейший, да? Ну, а что человек? Ну, вот таким образом оно меняется. Почему иногда тоже возникают какие-то странные вкусовые аберрации? Ну, вот потому. Давай я еще один вопрос тебе задам. Бог с ними собираться, и мы беременны. Меня больше интересуют истории влюбленных, партнеров или людей, которые строят отношения. Правильно ли я понимаю, что если так сильно влияет на нас социальное и так сильно влияет на нас отношенческое и так сильно важен контекст, то те пары, которые имеют длительную историю любви, и эта любовь, ну, она имеет физический компонент, то есть они привлекают друг друга, то они не только, ну, действительно радуются лапах у друг друга вот этим аттрактантом, да? Я не знаю, что это значит, я хочу у тебя еще потом спросить, но они еще и формируют постоянно подкрепление этого контекста в силу вот тех прекрасных моментов, которые у них бывают, да, там внутреннего согласия, привычки, условных рефлексов и маркеров, и именно вот это, если оно происходит и постоянно взаимодействие происходит, то и запахи друг друга будут очень приятны для них, и это никак не меняется, ну, это меняется, но это не делается отвратительным, и в то же время если меняется контекст, например, пар начинает контактовать или как-то там отношения портятся, то все, не пахнет мне тут, да? Ну да, да, конечно, конечно. И из этого, как мне кажется, можно еще сделать не то чтобы вывод, но некоторую, да, продолжить эту историю в контекст самоисследования, что чем больше мы создаем в своем сознании связей, приятных связей с моментами какой-то личной чувственности, разных запахов, тем шире у нас выбор и тем больше у нас вообще, во-первых, знаний о том, какие именно запахи кажутся мне секси, и вероятности того, что какой-то запах будет приводить меня в такое приятное и приподнятое состояние. Слушай, у меня вопрос тогда. Смотри, я заметила, что это меняется, то есть вот этот же самый Фаренгейт, который в там лет в 20 меня мог вообще просто за собой везти, я буду идти до метро и нюхать, 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 да, этот Фаренгейт уже такой эффект не имеет, и с течением возраста, с течением жизни это все меняется, это нормально, да, то есть невозможно собрать себе коллекцию и там 100 любимых запахов и прям точно знать, вот тут-то я нюхну и тут-то мне будет интересно и хорошо, да, не бывает такого, все меняется, это необъяснимо. Ты знаешь, если ты соберешь коллекцию из 100 запахов, где 100, там и 200, и у тебя всегда будет хороший выбор, потому что один из них будет запах лимона, другой из них будет запах борща, ну как запах борща-то? Вот, а про Фаренгейт, кстати, есть же еще такая штука, как переформулировки, то есть ароматы со временем немножко не знают. Сейчас это другой какой-то Фаренгейт. сейчас это просто другой Фаренгейт. Так, и еще одно соображение, то есть смотри, как я поняла, ну я переведу на очень простой язык то, что ты рассказываешь здесь, как я поняла, мы все равно возвращаемся, наверное, в истории с тем, чем для нас пахнет секс, страсть и любовь, мы все равно возвращаемся к нам самим, это во-первых, и мы, и чем богаче наша способность создать историю, создать вот этот тонус и трепет внутренний и отклик, тем успешнее будут и запахи с нами работать, но невозможно запустить себя запахом, если батареи пусты. то есть если ты влачишься там до дому с работы, в большую печаль, тоски и сил у тебя нет никаких, то вряд ли ты бодришься и побежишь за кем-нибудь вслед, не имея возможности дышаться этой прелестью, я правильно понимаю, да? то есть это все равно это тонус и жизненные силы и способность к глубоким переживаниям самого человека, то есть если это развивать, а это можно развивать, то запахи будут работать как маячки, то есть вот когда у меня эти духи на запястьях, я всегда чувствую себя на коне, и там глаз мой горит, и это будет работать, и, конечно, это будет привлекать возможных партнеров, если человек в поиске. но для этого нам нужно, чтобы что? Для этого нам нужно, чтобы у человека была личная история, многократно повторенная, того, как он сам себя, она сама себя чувствовала королевой или королем. Это не сработает, если ты там ни разу, ну то есть как, это может сработать один раз, другой раз, но это не будет правилом. Каждое правило для себя нужно, ну, некоторым образом повторить и прописать. Ты должна в этом состоянии внутренним освоиться и, находясь в нем, подбирать ключи. Или хорошо, не надо прямо в нем постоянно находиться, нахрена это вообще нужно, да? Ну, опять же, некоторые, в некотором возрасте, некоторые люди с некоторым темпераментом находятся в нем онлайн постоянно, да? И тут уже как с анекдотом про кирпич, да? О чем вы думаете, глядя на этот кирпич? О бабах, почему? Потому что я всегда о них думаю. В принципе, тут может любой триггер сработать, в хорошем смысле триггер. Любой запах, о, она надушилась, значит, она хочет. Или он надушился, какой хороший запах, надо брать. Но это внутреннее, внутреннее состояние очень проактивное. если мы не говорим про проактивное внутреннее состояние, а говорим про спокойное внутреннее исследование, или там как вот, как это иногда формируют, да, как найти, да, вот эту чувственность, как себя почувствовать порочной. Но если ты себя не чувствуешь порочной, то никак. Ну, или... Ну, хочется же, да, людям побыть шельной императрицей, даже если в обычном своем состоянии они не там. И вот есть надежда, что умастив себя отдельным ароматом каким-нибудь, вот шельная императрица придет в нашу жизнь. Слушай, если бы это так работало, никто бы, никто бы этому не обрадовался, да, потому что действительно это, ну, часто мы это видим, видим примеры этому, когда человек, я не знаю, там, напивается, например, да, и начинает себя как-то вести вот совершенно не приемлемо, для себя трезвого. Вот. И это такое переключение, очень мощное, и действительно оно бывает, но если... Не то, чтобы это хорошо. Так выращено всеми, правильно? Далеко. Во-вторых, не у всех, не у всех то, что скрыто и подавлено, подавлено и скрыто, это секс, мне кажется, вообще. Ну, слушай, всякое напряжение, звунящее в воздухе, это больше секс, чем секс, выставленный наружу. тревога, например. Он, ну, нет, ну, нет, ну, нет, все, я поправлюсь, я слишком обобщила, да, отложим генерализацию. Хорошо же, но тогда получается, что если мы, если мы умеем это проживать, то неважно, какими запахами, мы это маркируем, да? Не парфюмерно, в общем-то. Вообще нет, вообще нет. Ну, то есть, животные, опять же, есть культурный контекст, да, и он говорит нам, что, что животные запахи, то, что мы, нам кажется, похоже на животное, и это связь с нашей животной стороной натуры, и, ну, вот как... В рекламе так, да, в рекламе-то так, Анна. Ну, почему не только в рекламе? Ты же, я не знаю, ты когда-нибудь в зоопарке проходила мимо львиной клетки, например, она же довольно приятно пахнет, ну, если вот... И как-то, и если ты получаешь в свои руки что-то, что пахнет так, ты думаешь, может быть, я тоже немножко львица, и у тебя так... Начинает что-то прорастать такое внутри, то есть животные запахи, они иногда с этим связаны. Иногда цветочные запахи могут дать тоже эффект, что, я женщина в цветок, я в гареме, в красивых шароварах, а вокруг меня... Не знаю, что вокруг нее. Хорошее что-нибудь. Халва, щерпет и вкусная курочка. Не просто случилось, ну, ладно. Вот. Допустим, хорошо, допустим, это наоборот не женщина, а мужчина, а султан, и сейчас ему приведут много женщин. Может быть, табак и одеколон. потому что табак одеколон, ну что такое запрещенное немножко. Тоже как бы порог. То есть, а возможно, вас вообще другое что-то заводит. Может быть, вас заводит строгий лавандовый запах джентльмена в лощеном костюмщике, который весь такой бизнесмен. Возможно такое? Ну, возможно, конечно. Зависит от того, что вас цепляет. Но это можно, мне кажется, что это можно исследовать же. Нет? Это можно исследовать, и тогда получается, что пара, которая это исследует, если это пара, которая не на одну ночь встретилась, чем глубже личности, тем больше у них интереса и разных контекстов, и чем у них вообще внутренний мир больше и шире, тем больше у них будет маркеров, связывающихся сексуально, и в том числе запаховых. То есть, они могут сделать маркеры и маячки, которые влияют сразу на них двух. А еще можно делать разные маячки, связанные со страстным сексом, с нежным сексом, с чем-нибудь еще таким, ну, то есть, чтобы, да, не топором по голове и бери пока тепленько, а что-то более такое. Ну, в психологии есть упражнения, когда человеку хочется развить или просто позволить себе открыть возможность сильно возбуждаться, то сначала идут упражнения с сознанием и бессознательным, а потом предлагаются в качестве маркера еще представить какой-то запах, который будет приятен, и человек в этом состоянии. Там идет работа с воображаемыми запахами, не знаю, как это, ну, конечно, это работает, скорее всего, это широко распространенное искусство, которое мы помним в библейских текстах еще. Это же вот это, да, когда готовили соломифь к ночи с царем Соломоном, умощали ее разными ароматами. Кстати, мне кажется, современный человек немножечко с ума сошел от умощенной соломифи. Или как? В общем, можешь прокомментировать вот эту традицию, ароматизировать бесконечно, причем в несколько слоев человека раньше, и это было очень круто, а сейчас-то, ну, вообще... Знаешь, это на самом деле интересно, я только сейчас подумала, я вначале была с тобой согласна, что да, сошел бы с ума, а потом подумала, они же не современными духами умощали. То есть, они умощали мирой, что такое мир, да, это настойка, смол, на чем, на чем они там могли, господи, настаивать, на масле. То есть, в этом можно искупаться и пахнуть не очень сильно, вообще-то. Это, во-первых. Во-вторых, что важно, кто такая была Суламиф, часто ли она душилась, как ты думаешь, в повседневной жизни? Вот, а тут такой случай. И, конечно, если мы связываем запахи с каким-то ритуальным времяпровождением, праздничным таким выходным, в хорошем смысле слова, или такой шаббат, да, вот, сегодня день, когда мы празднуем жизнь, и у нас есть для этого специальный запах, то вообще все здорово, но современными духами прям поливаться вот и все вот это вот делать не надо. Ну, по-моему, просто сама запаховая система восприятия немножечко перегорит, да? Конечно, во-первых, перегорит, во-вторых, ну, вот, разные, разная чувствительность, и тогда была разная чувствительность, как с Наполеоном, только тогда еще было менее чисто, в общем-то, согласись. Поэтому можно было много себя ароматизировать, и это было бы примерно, как ты сегодня руки кремом помазал. Возможно. Ох, интересная тема. Ну, смотри-ка, значит, правильный ответ, для всех, кому интересно, нету специального парфюма, чтобы всех соблазнить, слава богу, что его нет. Можно создать самые индивидуальные маркеры, которые будут запускать вот это, вот это хоп-хей-ла-ла-ле внутри отдельной конкретной женщины или мужчины, и это запускает реакцию вокруг, и можно формировать изысканный набор маркеров для пары, если это длительная существующая пара, которая будет углублять и делать более тонким социальное взаимодействие с их помощью. Хорошие какие новости. Слушай, не только для длительного взаимодействия, почему неправильно для длительного, если у тебя, если ты позавчера с человеком познакомилась, у вас романтика, влечение и все такое прочее, дай ему 10 пробников, 10 нет, 10, 50, займитесь нюханием, посмотри, от чего у него глаз загорается. Это же так, это такое интересное исследование может быть. Обомлить, слушай, это какая интересная затея, ну да, подумала я, и это очень интересная, да, игра эротическая и, слушай, да, я думаю, что надо, надо кому-то наконец заняться производством этих пробников для пар, которые хотят познать друг друга. Вот, слушай, бизнес придумали мимоходом. Я думаю, что тут, ну как бы сказать, да, это такое лишнее брендирование, потому что для пар не нужен пар людей, это пара людей, это человек и человек, им не нужен специальный набор афродизиаков, им нужно что угодно, но как бы не то, что что угодно, все равно это духи, которые в магазине стоят, то есть ты берешь пробные духи, которые у тебя есть и используешь их как палитру, как материал игровой, как материал для эксперимента. И потом, да, и потом подобрать несколько запахов и остаться незабываемым человеком в жизни этого человека параева. Например? Такая красота. Ну слушай, есть где регуляция романтики, и хорошо, наверное, что она все равно еще отвечает, обливается на запахи, но, блин, про мускус непонятно. Ну ладно. Про мускус есть, я знаю, что ты спрашивала про мужской пот, я забыла тебе рассказать, я все время меня вот это уносит, извините. покажи мне. Есть, знаешь, интересный парфюмерный компонент, у которого есть сходство с мужским потом, это кумин. Кумин. Зира. Зиру знаешь? Да. Зиру знаешь, слушай. Да, да. Плохо, плохо. Если ты откроешь зиру, то, в принципе, ты почувствуешь, что есть некоторые общие точки. Попробуй на досуге. Ну что, теперь мне есть чем воняться, не пойти ли мне понюхать зиру? Да, да. И иногда, когда в духах есть такой компонент, опять же, ну там не целиком экстракт зиры, но даже некоторые его компоненты, они дают вот такой эффект. Вот. Но, опять же, все зависит от контекста, потому что некоторым тут же начинают говорить, а мне это пахнет мужской раздевалкой. И фу, мне нравится. Третьи, третьи люди тут же пишут, что, боже, это пахнет пловом, сделайте меня развидеть это, я хочу, чтобы это были духи. Плов, ну плов, да, это не очень будоражит. Ну, плов не очень будоражит. Хорошо, здесь мы не сойдемся, я поняла. Все люди разные, вот же черт. Да, действительно. Слушай, ну, во всяком случае, понятно, куда можно посмотреть, если эта тема интересная и как поэкспериментировать. И, по-моему, я задала тебе уже все вопросы, которые у нас копились. У нас был план закончить на том, что же индустрия продает нам. Блин, про индустрию-то мы, Костя, не перемыли. Что индустрия продает нам? Что индустрия продает? Индустрия продает, во-первых, индустрия продает иллюзию власти. То есть, да, иллюзия власти недобстоятельственная, что ты мне деньги, а я тебе волшебную кнопочку. Есть такое. С другой стороны, вот что интересно. Интересно, что женщинам продают духи лучше всего продают. Нет, не так. Например, женщины лучше всего покупают духи с рекламой Анжелина Джоли. Словно говоря, Анжелина Джоли такая, я не смогу это изобразить. В общем, на автобусной остановке реклама Анжелина Джоли представьте себе, наползает, вот, и женщина смотрит на нее и думает, так, где я и где она? Ну, она пользуется этим парфюмом. Смотри, какой способ превратить меня. Нормальная симпатическая магия. Да, симпатическая магия. Вот это, симпатическая магия это то самое, что заставляет людей думать, что мускус кабарги будет работать для человека тоже. Смотри, у кабарги работает, у меня работает. Они что, свечку держали, как это работает у кабарги? Как это работают кабарги вообще? Кто-нибудь знает, кроме Дроздова вообще? Ты, можно подумать, что Анжелине Джоли кто-то держал. Твоя правда. Хорошо. Подожди, ну, индустрия, ну, смотри, да, если зайти в любой большой магазин парфюмерии, то там будет несколько сотен наименований. Они все очень разные, они все должны хорошо продаваться, ну, просто потому, что они стоят на этих полках, иначе бы их туда не поставили, их же тестируют. Как можно продать столько литров всего? Ну, я понимаю, да, что они продают побыть немножко Джоли, но тем не менее, мне не укладывается в голове. Все-таки мне кажется, что они продают социальное, а не половое. Да, да, однозначно. И они продают средства избавления от страха, что я не такая. Это как тысяча-тысяча ненужных продуктов для вагины. Нет, еще одна идея. Мне кажется, что они продают еще понятный способ как-то себя куда-то отнести. То есть, если ты покупаешь сладкий ванильный запах, то ты вот милая девочка ванилька. Если ты покупаешь что-то суровое с какими-нибудь там нотками эгегей, то ты, значит, раковуха. А если ты пахнешь чем-нибудь странненьким, то ты, ну, вообще гик какой-то и хипстер. А если ты подходишь и шлопишься на мужских полках, то, наверное, у тебя член штана. Даже боюсь представить. Ты знаешь, что на самом деле как есть такая вот история, что как женщина мужскими духами пользоваться нельзя. Я не знаю, потому что я регулярно это делаю, вот, и я знаю много людей, которые делают. Ты знаешь, что нельзя, Ирина? Боже мой, только не рассказывай никому. Да, а слушай, а почему нельзя, что случится? Не надо поверить. Это тайна, покрытая мраком, просто нельзя. И мальчикам еще хуже нельзя, конечно, чем девочкам пользоваться женскими функциями. Слушай, да, у них, наверное, больше сложностей, потому что их сразу заподозрят. Ой, а слушай, а как же быть с ароматами не секс? Сейчас, слава богу, от этой хигни стали немножко избавляться. И действительно, во-первых, появились ароматы не секс, которые как бы заронили в людей подозрения, что, оказывается, у духов может не быть разъема полового. И, кстати, не было этого разъема до начала 20 века, не было деления на мужскую и женскую профиль. Кто это придумал? А? Кто придумал? Гений маркетинга Эстелаудер, если я не ошибаюсь. Причем, она классно делала. Она одну и ту же композицию, примерно, с микроскопическими изменениями. Она ее разливала в два вида флаконов и давала два названия. Один для женщин, другой для мужчин. Продажи выросли вдвое. Какая она молодец. Конечно. Ну, блин. И теперь все парфюмерные обзоры на Ютубе, которые говорят, а вот с этим вы будете пахнуть, как львица в саванне, а вот с этим вы будете пахнуть, как адолинска в гареме, а вот здесь в этом... Ну, то есть, это вот все есть. Спасибо, да? Да. Да. Все отлично. Я про индустрию теперь тоже поняла. Буду очень тайно подходить к мужским полкам, но, в принципе, нам тут пишет. Вот, кого-то плов тоже будоражит наших зрителей. Я не одинока. Плов будоражит. Ну, это такой процесс вообще. Ладно. Окей. Про еду мы сделаем давай следующий день. Поговорим, да. О том мы никогда не закончим. Есть мнение, пишут, что мужчины, в скобках сладкоежки, любят запах ванили. Поэтому сладкий аромат на женщине может их завести. Это правда? Я бы сказала, что он их может завести в целую кондитерскую. Ну, как бы, да. Почему мы любовь к булочкам приравниваем к сексу? Это вообще, кстати, это совершенно потрясающе. Это разными местами происходит. Это происходит, ну, можно и одним справиться, но, в принципе, если, так сказать, генерально, то это, конечно, разные области сознания. И ты обратила внимание сейчас, как много... То есть ты, может быть, не обратила, но я тебе расскажу, потому что я читаю много всяких парфюмерных новых релизов. И там ты... Роскошный, порочный запах запретных удовольствий. Ты открываешь флакон, и он пахнет пироженкой. Ну, мы как-то уже говорили о том, что теперь у нас в Гилке Плэжу ушла еда. Трахайтесь сколько хотите, главное, не ешьте нездоровую пищу. Слушай, ну, опять же, людям, которые не доедают, им трахаться просто нечем. Поэтому вот... Поэтому всё, доешьте, идите уже, трахайтесь. Сперва еда, потом экскурсия. Я согласна, конечно, а потом будем нюхать вообще. Вот, поэтому вот это всё, ваниль, сладкая булочка, это, ну, это не про секс. Сладкоежки, поэтому они, что они с этой женщиной, они будут сахарную пудру с неё облизывать. Но когда они оближут, они пойдут купить ещё булку. Вот. Опять же, есть, знаешь, вот история про, как риэлторы некоторые пишут, что, это уже к теме про тормоз и газ, да, что у нас, если в квартире положить свежие булочки или кофейные зёрна, то квартиру лучше там купят или снимут. Вот. А значит, говорят они, булочки хорошо продают. На мой взгляд, ну, в квартире, в которой не живут люди, просто купятся довольно-таки не очень жилые запахи. Вот. И если мы хотя бы какую-то жизнь туда принесём, а булочки, ну, хорошая версия, то да, вот этот вот тормоз из какой-то неживой мерзкой квартиренции, он исчезает. Ну, да, можно было розовой водой её обрызгать. Не, у меня есть гипотеза, что булочки имеют значение. Булочки – это одно из первых удовольствий доступных, и оно бьёт всё. Тоже правильно. Это сладость, это покой, это безопасность в детстве, это вкусная, мягкая, сладкая еда. Ну, то есть это обнять и плакать? Это обнять и плакать, это не трахать в норме. Ну, ну, то есть, да, вот мужчины, почему мужчины сладкоежки, почему не женщины, а женщины, тоже они маму ищут. Пойди, знай, надо подумать над этим вопросом. Ну, в большом количестве случаев, да. Вот. Угу, слушай, ну, я чувствую себя прям просветившейся в некоторых вопросах. Я очень рада. Да, давай заканчиваем. Да, и давай закончим на том, что, мне кажется, важно сказать, что индустрия продаёт нам, она продаёт нам разницу между тем, кто мы есть, и тем, кем мы бы хотели быть, ориентируясь на рекламный плакат, чтобы преодолеть этот разрыв, мы несем денежки в кассу и говорим, вот, мы же тоже милыком шиты. Намазаться и превратиться. Да. Да, нормально. Но, всё-таки, слушай, да, есть другие способы почувствовать себя более лучше, конец цитаты. И, да, и когда они идут изнутри, то аромат уже не единственная возможность намазаться и превратиться, а способ оттянить в этом качестве он гораздо более привлекателен. Да, я с тобой согласна. И чтобы финализировать это, как, да, как это найти? Вот хороший вопрос, обычный такой, и понятный. Ответ такой, что слушать нужно собственную, внутреннюю эмоциональную реакцию. Если вам духи не нравятся, не нужно их нюхать. Вот так, я честно скажу. Я такую прям индульгенцию даю, что нюхайте только то, что вам нравится. Если эти духи, ваша мама, тётя из интернета, коллега считают какими угодно, дешёвыми, неприличными, или что-то ещё, но вас они будоражат, пользуйтесь в вежливом количестве. Вежливая доза, это тоже важно. Вежливая доза, два-три пшика. Чаще всего, если мы не говорим про ут-пеге, который упоминали у нас в комментариях, вот ут-пеге три пшика убьёт всю округу. Но обычно это ок. Вот вежливая доза не сделает жизнь никого, ничью хуже, а вашу может сделать лучше. Поэтому, если хотите себя чувствовать порочным, доставьте себе удовольствие любым запахом, который вас радует. Вот любым. Это понятная инструкция, нет? Очень хорошая. Прям очень хорошая. Она, кажется, любимая. Не нужно заставлять, да, то есть найдите что-то, что радует. А может быть, это будут не духи, может быть, это будет крем, или, может быть, это будут сморозиновые почки на ветках, которые можно потереть и вот нюхать их. Я хочу ещё своей колокольни добавить мысль, которая, мне тоже кажется, важность, то есть на человека пахнет и не нравится это, то вряд ли что-то сложится, да, не надо стерпливаться и слюбливаться, но можно его понюхать в течение цикла этого хорошего человека, если если всё так и не поменяется, то больше не надо. Вряд ли вы будете его хотеть. скажем так, скорее всего, это не изменится, да, и если это мешает уже сейчас, то вот. Да, на этой оптимистической ноте не нюхайте тех, кто вам не нравится, я думаю, давай... нюхайте то, что вы любите и наслаждайтесь этим, и создавайте себе как можно более обширную библиотеку воспоминаний об удовольствии, о радости, о моментах телесной, чувственной радости от аромата. И вот тогда будет легко подобрать ключик к любому состоянию, не только к сексу, но к сексу тоже. Ну, к сексу тогда станет гораздо понятнее, как ключик подобрать. Общее развитие, оно и к сексу помогает. Спасибо большое, мне было поучительно и интересно. Ирина, огромное спасибо, только ты спасла наш эфир от падения в научные бездны к беременным и так далее. Вот, но зато к концу мы вырулили на плов, на булочки, на близкие людям вещи. Вот, я надеюсь, что это будет кому-то полезно. Очень рада, что тебе как-то это нанесло добро и пользу. Мне нанесло, потому что, ну, я же накапливаю вопросы людей, а не всегда могу им ответить, а теперь я вооружена и если кто-нибудь придет ко мне снова говорить о сексе и запахах, то я сразу дам конкретный ответ. Больше плова. Больше плова и баржа. А на десерт ванильные булочки. Это всегда. Победительная комбинация, да. Ну, тогда пока. Ура, на этой ноте мы закончим. Спасибо большое, счастливо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.